Три победы в трех матчах. Результат ноябрьского противостояния Крым-Теплицы и Козелташа. А после домашней победы над бахчисарайцами со счетом 2-1, еще более убедительную 3-0 команда одержала на выезде в Новопавловке. Открыл счет самый результативный игрок Крым-Теплицы Яков Эрлих. Уже во втором тайме капитан Сергей Мельник. Заработал пенальти и сам его эффектно реализовал. А точку в матче поставил Максим Приходной. 5-1 по сумме двух поединков и Крым-Теплица идет дальше. К сожалению, в первом тайме не все у нас получалось, что мы запланировали. Но удачно забитый гол на последних минутах первого тайма нас немножко раскрепостил. Во втором тайме в перерыве сделали коррективы, обратили внимание на свои ошибки, которые мы допускали в первом. Забили второй мяч и уже, так скажу, тяжело было бы Козелташу нас обыграть и выйти в следующий раунд. Следующий соперник Аграриев Евпатория на этот раз сумел одолеть неудобный океан. Благодаря мячам Петра Апарина и Дмитрия Клочко и Патрицы повели 2-0. Но затем точным ударом им ответил Игорь Зубко. Дмитрий Матвиенко и Дмитрий Клочко сделали перевес фаворита более ощутимым. Однако керченцы не сдавались до конца. Антон Винников, а затем и Артем Щербак забили еще два мяча. Но сделать невозможное хозяевам поля все же не удалось. Считаю, что сегодня мы провели очень хороший матч. Создали моменты, реализовали, еще были моменты. Поэтому я хочу поздравить ребят с выходом в полуфинал. Будем готовиться дальше. В оставшихся четверчинальных матчах Таврии не хватило двух сухих голов, чтобы реабилитироваться за погром, учиненный Рубином. А Севастополь с аналогичным счетом справился со Спартаком Маип из Джанкоя. В полуфинал и турнирах команды сыграют уже в следующем году. А финальный поединок пройдет 9 мая. Тарас Березинский, служба новостей и ТВ.